Всем привет, кто здесь присутствует. Образовалась небольшая задержка, поэтому перенеслось все на час. Но это не помешает мне рассказать. Меня зовут Камо Басинцян. Я представляю компанию группы IB. И сегодня затронем такую тематику, как угрозы для бренда, для интеллектуальной собственности в сети интернет. Немного про компанию. Группа IB 15 лет. С третьего года мы занимаемся криминалистикой и расследованием компьютерных преступлений. И за 15 лет сформировали пул продуктов и услуг, которые помогают нам предотвращать все эти преступления. Одним из направлений является защита бренда, бренд протекшн. И развитием данного направления я и занимаюсь в компании. Непосредственно перейдем к самим брендам, к самим угрозам и то, что происходит в сети. Если приводить статистику Генеральной прокуратуры и МВД РФ, то преступления с каждым годом, которые касаются теми коммуникационных технологий и компьютерных, растут с каждым годом. В 2018 году их число достигло 94 тысяч. Мы видим такой скачок с 15 по 16. И все это затрагивает как пользователя, так и компании, которые владеют теми или иными брендами, той или иной интеллектуальной собственностью. Каким образом эти преступления совершаются, как это вообще происходит? Этот слайд можно разделить на таких два подпункта. То, как злоумышленники это делают, и то, на что это направлено. Схема достаточно идентична для многих кейсов. Есть ваш бренд, есть какой-то ресурс онлайн, и есть сертификат этого ресурса. Такой замочек слева, зелененький. У вас есть логотип, название, какие-то цвета, которые зарегистрированы, которые являются объектами интеллектуальной собственности. И вы все это размещаете в сети. Понятное дело для чего? Чтобы привлечь клиентов, чтобы привлечь аудиторию, нагнать трафик тембельным способом. И вы вкладываетесь в маркетинг. Этот маркетинг работает как для вас, так и для злоумышленника. Он подделывает ваш бренд, меняет одну букву в доменном имени, и тем самым привлекает к себе на ресурс ваших потенциальных клиентов, каких-то, либо вас. Вы туда попадаете, регистрируетесь, покупаете что-то, кроссовки, телефоны. И отдаете деньги злоумышленнику. Очень много мошеннических сайтов, очень много мобильных приложений, которые подделываются. Очень много поддельных аккаунтов и групп в социальных сетях. Все мы знаем про фейки, недавно закон вышел. И после того, как они все это создают, они привлекают на эти ресурсы определенный пул людей. Оптимизируются в поисковой выдаче, делают какие-то рассылки и продвигаются в соцсетях. Далее мы на конкретных примерах посмотрим, как они это делают на базе нашего опыта. Но первоначально поговорим про структурную схему, как она вообще работает. Вот есть компания и пользователь, это вы. Компания кто-то, какая-то. И она дает вам какой-то товар, какой-то сервис, услугу, вы ей даете деньги. Обмениваетесь. Транзакция, все красиво, все хорошо. И тут появляется кто-то, кто хочет воспользоваться этой ситуацией и делать такое же предложение пользователю, как и та компания, которую вы хотите купить что-то. Естественно, эту информацию они берут у этой компании. Тем самым, предлагая что-то дешевле, лучше, по каким-то иным критериям пользователь выбирает товар, который предлагают злоумышленники, он отдает деньги уже не в компанию, а в злоумышленника. Но отдает не только деньги, но и всю информацию, которую вводит, если это, к примеру, банковская карточка. И можно потерять не только тысячу рублей на кроссовке, к примеру, но и все деньги на счету. Суть тут в том, что, когда он покупает тот или иной товар, или происходит обман, или списываются деньги с его карточки, он думает, обычный пользователь думает не в сторону злоумышленника, а в сторону бренда, в сторону той компании, с помощью которой вы его обманули. И вся претензия, вся претензионная составляющая уже едет напрямую в компанию. Таких кейсов очень много, и с этим необходимо бороться. Если посмотреть на эту ситуацию немного с другой стороны, то ее можно выделить в таких три сверки, злоумышленник, компания и пользователь. Сверка, которая пересекается, тут что-то у нас, конечно, не показывает. В середине сверка, вот эта вот составляющая, где пересекается компания, злоумышленник и пользователь, достаточно понятна. Есть определенные сайты-клоны, определенные поддельные товары и сервисы. И каждая из сторон заинтересована в том, чтобы его доля росла. Однако, непонятно, что делать с теми сферами, где не пересекается тот или иной стейкхолдер. К примеру, компания может не интересоваться составляющей между злоумышленником и пользователем. То есть, какие-то ложные партнерства, фишинг, фальшивые промо-акции, предложение инвестировать куда-то. Ну, какая разница, пользователь попался и окей. Он потерял какие-то деньги свои. Мы напрямую ничего не потеряли. Однако, это все ведет к косвенным потерям. Чем больше вот эта сфера между злоумышленником и пользователем, тем меньше та составляющая выручки, которую может компания получить легально. И то же самое с левой стороной. Все это ведет к тому, что люди теряют деньги, и компании теряют деньги, и бренды теряют деньги. Они прямые и косвенные, как я сказал. В рамках прямых потерь это потери клиентов, это увеличение затрат на привлечения. Как мы уже поняли, что репутация страдает, когда ты получаешь негативный опыт с тем или иным брендом. И могут привести к судебным разбирательствам те или иные негативные кейсы. Косвенно снижается психологическая цена, за которую пользователь готов заплатить за тот или иной товар. Происходит размытие бренда. Очки Ray-Bene. Знаем? Кто-нибудь их носил? Они были достаточно популярны, когда они выпустились только-только. И это считалось таком признаком элитарного клуба. А потом все начали покупать за 500 рублей. Или за 100. Или за 10. И люди, на которые были направлены эти очки, они подумали, зачем мне они нужны, если у каждого они есть. Здесь то же самое. И снижается лояльность покупателей. В целом наша компания выделяет таких три блока больших. Я постараюсь быстро и кратко все рассказать и показать, чтобы не задерживать вас. Обед, все такое. Первый блок – это интернет-мошенничество, про которое мы поговорим поподробнее. Схемы очень разные. Начиная от мошеннических сайтов, сайтов-клонов, какого-то ложного партнерства, заканчивая мобильными приложениями, которые подделываются. Нелегальная онлайн-продажа и интернет-пиратство. Про интернет-пиратство в рамках этого форума очень много уже сказано. И я думаю, будет еще больше сказано. Про нелегальную онлайн-продажу меньше. А про интернет-мошенничество совсем мало. Поэтому поговорим про первую часть. Источников для каждого из этих угроз очень много. Это вся сеть интернет. Все, что вы видите, нужно проверять. Перейдем непосредственно к первому блоку. Тут четкие примеры того, как это реализуется. Почти 90% сайтов, на которых есть только один бренд, это мошеннический. Когда вы заходите, проверяйте, пожалуйста, куда вы заходите. Вот так лучше. По нашим данным, порядка 1200 фишинговых атак совершается ежедневно. Это очень большая цифра. Все это приводит к тому, что компании теряют деньги. Как раз слева показана статистика того, сколько рублей потеряла химическая промышленность в результате атаки сайта клонов. Мы достаточно часто употребляем этот кейс в наших презентациях. И я поподробнее расскажу позже про него. Если говорить про мобильные приложения, вы пользуетесь Телеграмом? Вы пользуетесь? У вас есть Телеграм? А вы уверены, что вы скачали то приложение? Точно? Многие также уверены в том, что скачали то приложение и пользуются ими. Однако 36% по нашим данным не могут отличить настоящее приложение от поддельного. Вот, например, Телеграм. Скачали, установили, данные ушли. В рамках акции с Ашаном порядка 50 тысяч пользователей были обмануты. Вы ходите в Ашан? Только в Азбуку? Вот поэтому-то и не ходите. И еще один такой кейс с приложением, которое позволяет вам эффективно тратить батарею. Вы ее установили себе. И вдруг она просит разрешение на фотографии ваши. Или приложение просит, чтобы смотрел он ваши смс. Не кажется ли это вам странным? Для многих это может показаться странным. И многие отказывают. Однако есть те, которые соглашаются. И очень много таких приложений просят доступ к персональным данным пользователя. В рамках данного форума было очень много тем, связанных с перс-данными. И это очень сложная тематика. И в данном кейсе пользователь сам, просто-напросто нажимая кнопку «Да», отдает все данные мошеннику, который тем самым их использует. Если говорить про соцсети, то порядка 68% людей отдают предпочтение о той иной услуге на основе комментариев. Как можно быть уверенным, что эти комментарии неподдельны? Откуда вы знаете, что это написал какой-то человек, а не бот? Поэтому нужно тщательно проверять те источники, те страницы, те ресурсы, на которых вы покупаете тот или иной товар. Кейс с Павлом Дуровым достаточно популярный был. Более 50 тысяч долларов заработал подобный поддельный аккаунт Павла за пару часов существования. Был сбой в Европе какого-то сода, и Телеграм не работал какое-то время. И Павел написал у себя в Твиттере, что мы просим извинения, готовы дать вам определенную сумму денежную в рамках компенсации. Только нужно перевести мне немного эфирчика. Казалось бы, это капкан очевидный, но очень много людей на него попадаются, и тем самым деньги уходят никуда. Прекрасный пример с главным тренером нашей сборной бывшим. До ФИФО это было очень актуально, до чемпионата мира. был аккаунт Станислава Черчесова, где он писал определенную тематику, какие-то вещи, и в данном кейсе он написал, там до матча давал установку нашим защитникам держать косту, после автогола Игнашевича, он сказал бросайте косту, держите Игнашевича. Так и победили. Казалось бы, юмор, но потом он далее здесь не показанно пишет про ставки, про 1xbet или что-то еще. И на аккаунт этого человека было подписано 38 тысяч людей, на поддельный аккаунт главного тренера сборной России. Это привело к тому, что люди заходили на эти ссылки и теряли деньги. Трафик привлекается по-разному. В основном это либо контекст, либо SEO-оптимизация. Все мы понимаем, что дальше первая страница никто особо никуда не переходит. 96% пользователей в рамках первой страницы кликают на первые 3-4 ссылки, которые появляются, и попадают на какой-то сайт. И лишь 35 из них это официальные ресурсы. Больше половины это подделка. На второй странице статистика еще хуже. В целом средняя сумма хищения в рамках контекстной рекламы это где-то 50 тысяч рублей. То есть если мы говорим, что у нас есть бюджет в тысячу рублей на 100 переходов, посчитать клик несложно, то средняя окупаемость порядка 5000% при одной процентной конвертации. Это суперинвестиции, которые приносят прекрасную доходность. Если говорить про индустрию, то можно выделить такие четыре направления. Это мошенничество, фишинг, мобильные приложения и поддельные аккаунты, как мы раньше и выделяли. Тут синеньким выделены такие нестандартные кейсы. К примеру, казалось бы, для каких-то кейсов, связанных с ритейлом, больше всего убытков должно быть в рамках контрафакта, каких-то мобильных приложений или что-то подобного, но нет. Ритейл страдает от фишинга. Или авиабилеты. Может показаться, что компании, которые продают билеты, должны страдать от фишинга, но нет. Очень много аккаунтов и групп, которые продают эти билеты, пишут вам таргет, какие-то туры и так далее. В целом, мошеннический рейтинг по количеству инцидентов выглядит следующим образом. На первом месте IT, далее банковский сектор, ритейл и так далее. Но это не означает, что IT теряет больше всего денег или банковский сектор. Возможны сценарии, когда кейсов меньше, но убытки больше. А именно следующее. Как мы здесь видели, промышленность на восьмом месте. Однако по таргетированной email рассылке на тысячу адресов, если взять 20% эффективности и 9% конверсию, то при средней стоимости заказа 50 тысяч рублей вы теряете, не теряете, недополучаете прибыль в 900 тысяч рублей, что в несколько раз больше того же кейса с ритейлом, хотя ритейл на третьем месте. Говоря про промышленность, непосредственно можно углубиться в это направление с кейсом Еврахим. Вот посмотрите, два домена. Вы бы смогли отличить один от другого, что один из них мошеннический, а другой официальный. Тот же подсолнух, все то же самое, только буква С отсутствует в сайте клоне. Чем больше домен на имя, тем легче его подделать, чем длиннее оно. Злоумышленники зарегистрировали похожий домен, скопировали дизайн, только поменяли контактные данные. Они индексировались по контексту, пользовались контекстной рекламой. Мы уже смотрели выше, как это эффективно, с 1000 рублей 50. И тем самым нагоняли на себя, к себе трафик. В сельское хозяйство люди не особо знакомы с теми или иными компьютерными технологиями. Просто в Яндексе вбивали агроцентр Еврахим какие-то контакты, и они индексировались первые. Люди заходили, нажимали, далее получали вот такое коммерческое предложение. Оно идентично официальному, все то же самое, подписи, печати, все прекрасно, кроме реквизитов и контактных данных. Мы взяли этот кейс в работу, и чем он интересен? Заблокировали этот ресурс, провели определенные работы, и тут нам пишет сотрудник Еврахима с официального домена, все хорошо, казалось бы, просит нас восстановить доступ и работу сайта. Вот Римма Тимошкина пишет нам, добрый день, просим вас включить сайт Еврахима Новосмосковского, так как он является официальным. Действительно существует такой сотрудник, действительно есть Римма Николаевна, это ее почта, все то же самое, пишет она так же, но что-то не то. мы позвонили, в московский офис, сказали, вот такая-такая ситуация, они говорят, мы не в курсе, позвоните на Московск, позвонили туда, в общем, нам никто не подтвердил, мы посмотрели исходный код, письма, и был совершен подмен адреса отправителя. Письмо было направлено с менделеевской azota.ru, вот, айдишка есть, и тот домен, с которым был направлен, то есть, злоумышленники даже попытались обмануть нас каким-то поддельным письмом, думая, что мы снимем блог. Мы посмотрели в целом на тот спектр химических компаний, провели в рамках своей внутренней системы такую небольшую аналитику, и видели, что таких ресурсов очень много. Менделеевская azota, Росагра, что-то еще, Тольятти, азот, и так далее. Вот еще один пример. Ресурс Менделеевская azota, официальный сайт-клон. Как вы можете видеть, официальный ресурс выглядит не так хорошо, как сайт-клон. У сайт-клона как минимум флеш работает, а у официального нет. И когда человек заходит на ресурс, который плохо сверстан, у него сразу появляются какие-то подозрения. Этот сайт был также создан теми же мошенниками. Здесь приведена статистика по привлечению людей на этот ресурс. Вот он, официальный сайт-клон. Как можно видеть, за все время существования на январь 2017 года и далее, в конце, по март, официальный ресурс привлек порядка 1300, 1 миллиона 300 пользователей. А сайт-клон обогнал его за два месяца, используя контекст. SEO против контекста в рамках технически грамотных мошенников позволяет обогнать ресурс. За два месяца сайт-клон обогнал по трафику официальный ресурс за все время существования. И по словам генерального директора, это привело к тому, что фермеры из-за мошенников потеряли порядка нескольких миллиардов рублей. Просто обычный ресурс, сайт создан, индексируется, контекст, приводит к тому, что теряют люди несколько миллиардов рублей. Все знают, что такое крипта и знают, что такое надеюсь. Знаете? Спасибо вам. И криптоиндустрия не исключение. Огромное множество атак совершалось и совершается на эту индустрию. Это говорит о том, что мошенники и злоумышленники очень технически грамотные ребята, умеют подстраиваться под любой кейс, под любой хайп, который был и назревает. И вот он приведен к примеру официальный ресурс статуса и фейковый. Отличить невозможно. Официальный ресурс Нексуса и поддельный. Невозможно отличить. Мы защищали проект Black Moon Crypto давно достаточно. Но это такой показательный кейс. За 10 минут с существованием фишинговой ссылки на этот проект было украдено порядка, если я не ошибаюсь, коллеги поправят, если что, 10 тысяч долларов. Просто за 10 минут собрали. Помимо компании существует еще и личный бренд того или иного человека. Зачастую компания ассоциируется с тем или иным персонажем. Но и бывает, что компания ассоциируется с тем или иным человеком. По версии GQ мы провели аналитику среди топ 100 самых влиятельных людей в РФ порядка 30% в 31% политических деятелей имеют поддельные аккаунты. И среднее количество имен используемых 11. 43% деятелей медиа имеют поддельные аккаунты также. Вот пример ложного партнерства с нашим генеральным директором. на сайте определенного проекта он был указан как адвайзер по cyber security составляющей по информационной безопасности. Фотография естественно изменена и думали, что мы не найдем. Нашли. Угрозы для личного бренда также можно разделить на 4 направления. это ложное партнерство, репутационные кейсы, фейковые аккаунты и кража этих аккаунтов. Есть ли тут кто-то, у кого может аккаунты воровали? Нет? Нет. Это плохо. Когда крадут аккаунт, очень большой риск того, что информация на нем была скопирована и может быть использована против того или иного человека. Это может быть использовано для того, чтобы восстановить какой-нибудь доступ по банковской карточке либо на почту, куда вы зарегистрировали очень много всего. И возвращаясь к кейсу с нашим главным тренером, личный бренд этого человека ассоциируется с командой. И все, что он пишет, все, что он делает в социальных сетях, на все это очень резко реагирует все. Как я уже говорил, на тот аккаунт, на который были подписаны очень много людей, пришла ссылка на LegalBet Россия по прогнозам. Очень много людей зашло и эта ссылка приводила к фишинговым формам, куда вы вводили свои данные, логины, пароли, банковские карточки, CVV и так далее. И все деньги уходили злоумышленникам и мошенникам. Страдала репутация главного тренера, страдала репутация футбольной команды. Популярный бренд певцов, актеров используется везде. Я думаю, с каждым был кейс в инстаграме, когда вы видели какую-нибудь рекламу от Тимати, от Полины Гагарина или еще от кого-нибудь, который приглашает совершить то или иное действие. Не заходите. Это все приводит к тому, что вы попадаете на ng-podar.ru, где вводите свои данные, если вообще вводите, и все деньги уходят. В принципе, я попытался кратко показать и объяснить. Если есть какие-то вопросы, прошу. Спасибо за внимание. А у нас следующий. При оформлении на этот форум требует панк и панк и Я поделаю вопрос, поделаю всех. Это что? Я не поняла. Давайте прям 7 детей не лежат. Далее поздно. Объясните, пожалуйста. Вы знаете, когда я регистрировался и тоже подавал заявку, у меня возникли те же вопросы. Я сначала этого не сделал, но потом все проверил и пришел к тому, что все-таки без этого никак. Здесь лично выбор каждого. Если вы не готовы подписываться, в том числе, то предоставлять такую информацию нужно очень осторожно и направлять только на те почты, на те формы регистрации, в которых вы уверены. К сожалению, такие кейсы частые и очень частые. Бывают такие ситуации, когда паспортные данные или фотографии билетов или чего-то еще выкладываются в Инстаграм-аккаунт. И это намного страшнее, чем направить по почте ваши паспортные данные. Четкого ответа на этот вопрос нет. Лично выбор каждого. Все-таки это государство и важное совещание и все, кто организовал, надо было очень внимательно подвести. Потому что рядом есть другие плохие люди, как вам классно пробуются. И сколько людей отдали данные и фотографии. Все верно. Когда вы направляете эти данные или в целом покупаете тот или иной билет на мероприятие, вы подписываете и соглашаетесь с теми пользовательскими соглашениями, с теми условиями, которые вам дает организатор. Там все четко может быть прописано. Зачем, как, почему это может быть использовано и как это защищено можно прочитать эти условия, хочется. И тем самым хоть как-то понимать, куда вы направляете и зачем вы направляете эти данные. Есть более сильные программисты. Если вы эти 15, остальные проценты. Всегда есть более сильные мальчики, которые могут что-то такое. Это организаторы прежде всего. И людей защищаются. Это уже на плечи организаторов. И вот как раз одно из посылов данной презентации в том, что необходимо заботиться о своих клиентах и предоставлять им качественную, не только качественную, но и безопасную услугу. С нашей точки зрения, спасибо за вопрос, очень важно проактивно проводить определенные названные мной этапы в рамках реагирования и мониторинга. То есть необходимо следить за своим брендом, проводить определенного рода мероприятия, связанные с поиском по всей сети интернет, упоминания вашего бренда. Далее проводить аналитику. Где-то есть легальные упоминания, где-то это СМИ, где-то какие-то комментарии и так далее. Но где-то это используется нелегально. После всей этой аналитики есть определенного рода компании, службы, государственные ведомства, что угодно. Можно через них и нужно защищать свой бренд, направлять претензии и в целом вести политику проактивной защиты сети. Нереактивной, когда что-то случилось, когда у клиента украли деньги, вы только это нашли и далее идете в суд или идете в какие-то компетентные организации и два года судитесь и получаете почти ничего, но проактивно. Основной тезис в этом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.